Девушки отдыхают Как выгнать отца-алкоголика и начать жить своей жизнью? Может разменять общее жилье и лучший вариант предложить папе? А этот молодой, симпатичный, ну просто жигала, альфонс натуральный, классический. Он запудрил ее мозги, мама в него просто влюбилась. Женщинам бальзаковского возраста всегда лестно внимание молодых людей. Но что, если за эту любовь приходится платить квартирой? Сможет ли дочь умершей добиться правды в суде? Это перебор. Я самостоятельная женщина. Я воспитаю своих дочерей достойными людьми. Мне не нужен тюфят. Да ты их никогда не воспитывала. Жена работает, добывает средства для семьи, а муж ведет домашнее хозяйство. Все бы хорошо, но жену это перестало устраивать. Хочется все-таки иметь рядом сильное плечо, на которое можно опереться. Оставайтесь с нами. Истец Анастасия Романова, 27 лет. Хочет разменять квартиру и не жить больше под одной крышей с отцом-алкоголиком. Ответчик Леонид Романов, отец истца. Не хочет в очередной раз менять квартиру ради сожителя своей дочери. Значит, все было нормально, жизнь шла своим чередом, но отец периодически стал уходить в запой, и мне стало уже просто с ним жить невыносимо. Ну, ладно, я бы могла это еще стерпеть, и то, что он состоит в наркодиспансере на учете, могла бы и это стерпеть. Но то, что происходит последние полгода, это уже просто невыносимо. Он начал выносить из дома вещи, которые как-либо приходны для домашнего хозяйства. То есть начал выносить пылесос, музыкальный центр. До смешного дошло, он же просто миксер из дома вынес. Ну, что ты придумываешь, Ваша честь? Ну, какой я алкоголик? Как все нормальные мужчины, пью там по праздникам. Ну, конечно, алкоголик никогда не скажешь, что алкоголик... Ну, простите, отвечу, я просто не знаю, сколько у вас праздников. Ну, на стране много сейчас праздников. Ну, вот я поэтому и говорю, я не знаю, сколько у вас праздников. Ну, я же не виноват, столько праздников стало у нас в стране. Да, конечно. Дело в том, что... Про бытовую технику я сказал, у Гены спрашиваю. Да, два месяца назад я прихожу домой, обнаружила, что он просто украл мою зарплату. Всю зарплату до копейки. И со своими дружками за один день пропили все. Мне пришлось милицию просто вызывать. Потому что уже сил никаких нет. Но самая главная причина, Ваша честь, это то, что через полгода у меня родится ребенок. Поэтому я думаю о своем ребенке. Мне помощи ждать не от кого. Поэтому я нашла два варианта очень хороших. Это две квартиры. Одна находится на Каменском тракте, а другая на переулке Халтурино. 37 квадратных метров. Очень хорошие квартиры, с хорошими удобствами. И отцу моему будет очень хорошо, потому что квартира находится в противоположном конце города от той квартиры, где мы сейчас живем. Дружкам его будет очень далеко до него ехать. Может быть и пить бросить наконец-то. И мне удобно. Моя квартира находится недалеко от моей работы. Я думаю о своем ребенке, потому что рядом находится детский сад, через квартал находится детская поликлиника. Поэтому я настаиваю на размине квартиры. А Ваша квартира какой площадью? Скажите, пожалуйста. Наша квартира 57 метров. 57. То есть 37,3 вы сказали, да? Да, 37,3. Который вы предлагаете отцу, да? Нет, а себе какой вы вариант по площади? 37. 37, да? То есть это даже больше, чем сейчас у вас метраж получается. Но сейчас у вас 57. Да. Но 37 и 37 больше, чем 57. Ну, поровну получается. Значит, наверное, у меня что-то нехорошо с математикой. Потому что 37 и 37, это больше, чем 57. Абсолютно точно. Нет, ну хорошо, нормальный вариант. Больше даже, чем сейчас у вас есть площадь. Ну, по крайней мере, квартиры с хорошими удобствами. Да, будьте добры, пожалуйста. Значит, мне необходима выписку из домовой книги, копию финансово-лицевого счета, поэтажный план тех вариантов, которые вы предлагаете для размена. Через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Пожалуйста, Атвички, я вас слушаю. Ваша честь, я категорически против данного заявления. Почему? Один раз она уже профукала квартиру. Профукала. В комнатную квартиру профукала. Вот ради ее ребенка, ради моего внука, я категорически против данного заявления. А вот вы мне переведите, что значит профукала. Скажите, пожалуйста. А вот я вам сейчас объясню. Мои родители завещали ей двухкомнатную квартиру. Вот. Она эту квартиру продала ради своего сожителя. Гены. Это мой муж, мой сожитель. Вот. Муж обелся груш. Продала. Отдала ему деньги. Тот пропал на год. Получается, как профукал. Деньги сейчас опять появляются. Через год и требует с нее деньги, опять же. Гена ничего с меня не требует. Да. У нее были большие долги. Долги. Его чуть не повесили еще, пытались. Да, откуда ты знаешь какие долги? Все знаю. Знаю. Гена самый лучший мужчина. Вот. И про бытовую технику, и про деньги. Я тебе говорил, что это Гена взял. Гена не мог. Вот. И милицию вызывали. Ну, я ему по башке маленько постучал. Я же видел, что он деньги брал. Бытовую технику. Ну, я ему маленько по башке настучал. Он вызвал милицию. Вот. Как получилось. И насчет этого 37 квадратов. Знаете, где они нашли? Каменский переулок, Каменский тракт. Там бичевник, там заводы, там цементный завод, там резиновый завод. Отличная квартира. Да, там бараки с времен, до революционных времен. Там невозможно жить. Отличная квартира. С удовольствием. Кто еще нужно? Как же твой ребенок там будет? Чем дышать? Нормально он там будет. Чем дышать будет? Нет, нет, вы ошибаетесь. Это вам квартира там. Нет. А получается как? Сейчас я дам разрешение. Она продаст эту квартиру мою. На которую они нацелились, да? Отдаст опять-таки этому Гене. Все, тот пропадет. А она куда? Опять ко мне. Тем более с ребенком. С ребенком. Ну я же не идиот, я же отец, я же приму ее. Истец, скажите, пожалуйста, правильно ли утверждение вашего папы, что вы получили наследуемую квартиру, вы ее продали и передали деньги вашему, я не знаю, бывшему нынешнему супругу? Да, я продала, но моя квартира, я ведь могла ей распоряжаться, как хотела. Нет, подождите, подождите, ну вы, я с вами абсолютно согласна, только вы получили квартиру, извлекли деньги, отдали там вашему супругу, после этого продолжали жить с папой в квартире по договору социального найма. Да. Со мной? И как это получается? Теперь мою квартиру продадут? И куда? Моему мужу необходимы были деньги. Так пускай работает. А он сейчас нынешний ваш супруг или бывший? Нынешний? Да он не супруг, он сожитель. Будет супругом. А, вот то есть брак между вами не зарегистрировано? Но будет зарегистрировано. Ну нет. Я совершенно не возражаю, регистрируйте, пожалуйста, брак, это ваше право. Это что же получается? Я вот не понимаю, да? Сейчас мою квартиру, ладно, я дам разрешение, но этого я не дам ради внука, понимаете? Ребенок родится куда? Ветто за холостом, где бечевник? Ничего, это не бечевник. Отличная квартира, отлично. Да, раньше я выпивал, я не спорю, не оспарю, у меня умерла жена, но теперь-то я не пью, устроился на работу геодезистом, нормальная фирма. Умом-то я еще не тронулся, соображаю, к чему это все идет. Конечно. Это все гена, вот этот крокодил гена все мутит. Гена настоящий мужчина, не нужно его оскорблять. Что-то теперь за эту гену, что у нас в Новосибирске... Такой настоящий мужчина взял бы и купил бы вам квартиру, себе бы купил квартиру. Он зарабатывает на квартире. Не, ну хорошо, ну сколько можно зарабатывать-то скажите? С учетом тех денег, которые вы ему отдали. Вкладывает в бизнес. Ваша честь, я категорически против... Я поняла, поняла, отвечка, я поняла. Так, суд удаляется для принятия решений. Далее в программе. А этот молодой, симпатичный, ну просто жигало, альфонс натуральный, классический. Он запудрил ее мозги, мама в него просто влюбилась. Молодой мужчина вложил деньги в ремонт квартиры своей сожительницы. Он надеялся получить эту жилплощадь после смерти женщины. Но все пошло не так, как он хотел. Это перебор. Как я могу... Я самостоятельная женщина, я воспитаю своих дочерей достойными людьми. Мне не нужен тюфяк. Да ты их никогда даже не воспитывала. В наш безумный век многие понятия и роли сместились. Теперь женщины могут шагать впереди планеты всей, а мужчины сидеть дома с детьми. Что в этом плохого? И кому это помешало? Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСЦА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев все представленные документы и доказательства, оснований для удовлетворения заявленных исковых требований не находят по следующим основаниям. Хотя предложенный ИСЦА вариант принудительного обмена жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, не нарушает жилищных прав ответчика с точки зрения соблюдения его доли, но не доли, я, прошу прощения, неправильно выразилась, а той нормы, которой приходится сейчас в двухкомнатной квартире. Однако, предлагаемая жилая площадь ответчику находится в достаточно отдаленном районе. Ответчик продолжает работать, и отдаленность предлагаемой вами квартиры от нынешней работы, она достаточно значительная. Это приведет к тому, что ответчик будет вынужден пользоваться определенными медицинскими услугами и так далее тоже, на достаточно отдаленном расстоянии. Поэтому суд считает, что хотя предлагаемая вами квартира также занимается по договору социального найма, достаточная площадь в предлагаемом вами варианте, квартира имеет тот же набор соответствующих коммунальных услуг, однако это не соответствует интересам ответчика. Поэтому суд считает, что при этих обстоятельствах оснований для удовлетворения заявленных вами исковых требований нет. Суд хотел бы также обратить внимание, что я посмотрела из документов, что фактически ваша дочь была вселена в эту квартиру, то есть вы дали согласие на ее регистрацию по этому месту жительства, что также заставило суд прийти к выводу, что вы недостаточно разумно распоряжаетесь теми квартирами, владельцами которых вы являетесь. То есть фактически ваше вселение было произведено после того, как была продана наследуемая квартира. То есть я бы хотела вам объяснить ситуацию, что если бы, например, ответчик до момента вашего вселения в муниципальную квартиру, приватизировал эту муниципальную квартиру, стал бы собственником, то вы понимаете, вы могли бы быть там зарегистрированы, но ни при каких обстоятельствах она бы не подлежала принудительному размену. Это вы понимаете, естественно, понимаете, да? Поэтому, ну, если вы найдете более или менее благоприятный такой вариант с точки зрения транспортного расположения, да, ответчик приближается к пенсионному возрасту, то есть он может быть признан через определенный период времени нетрудоспособным, да, в связи с достижением пенсионного возраста. Поэтому суд и учитывает все эти обстоятельства. То есть для того, чтобы добираться до работы, для того, чтобы добираться до поликлиники, для того, чтобы иметь соответствующее социальное обеспечение, придется ехать очень и очень долго. Поэтому суд считает в этой ситуации, при данных сложившихся обстоятельствах, что предлагаемый вами вариант не является благоприятным для ответчика. Естественно, ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Гена обещала на мне жениться, если я разменяю квартиру. А теперь что мне делать? Ну что ж, обойдемся без этого Гены, крокодила, и займемся воспитанием ребенка. А теперь вернемся в зал суда. Истец Андрей Силантьев, 35 лет, москвич, хочет вернуть 400 тысяч рублей, вложенных в ремонт квартиры умершей сожительницы. Ответчик Ирина Мальцова, 30 лет, считает, что произведенный ремонт – это личная инициатива истца, и она ему ничего не должна возвращать. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Значит, дело было так, вот в следующем заключается. Два года назад я познакомился с женщиной, Валентиной. Познакомился случайно на улице. Ей неожиданно стало плохо, и я помог ей, проводил ее до дома. Там мы вызвали врача. Врачи сказали, что больница ей не требуется, но эту ночь ей желательно провести не одной, на всякий случай. Я остался у нее ночевать, мы с ней познакомились. Мы разговорились, я рассказал ей, что я в трудных условиях, что я приезжий, что сейчас я ищу себе жилье. Она рассказала, соответственно, что она одинокая, что никто ей не помогает, что у нее только единственная дочь, которая живет в другом городе. Но мы как-то полюбили друг друга. Полюбили? Это теперь так называется, да? Да, это так называется. Мы полюбили друг друга, и как-то сошлись мы очень быстро, так вот легко. И она мне рассказала о том, что ей осталось недолго жить. И, соответственно, предложила, ну, как бы мне жилье, чтобы я жил у нее в качестве мужа и на правах мужа. Вот. Я согласился, и также мы с ней договорились. Ну, так у нас получилась такая договоренность, что вроде как, ну, я ей помогаю, то есть материально, делаю все, что я могу. А она, соответственно, пообещала, ну, она сама пообещала мне завещать квартиру, когда она умрет. Вот. Нет, сначала завещать, а потом умереть. Так по-другому не бывает. Вот я очень сильно в этом сомневаюсь. Ответчик, подождите, пожалуйста. Ну, да, я именно это имел в виду, да, что после ее смерти просто квартира останется мне. Ага, урочки по Фрейду просто. Вот. Ответчик, ответчик. Я, на самом деле, очень ответственный, и как бы очень хорошо выполнял все взятые на себя обязательства. Она была довольна. Я покупал ей продукты, вещи, лекарства у меня имеются, чеки, вот, на все на это. Вот. И потом так же, когда я оказался в ее квартире, я просто ужаснулся, в принципе, потому что она была, ну, старая, в очень убитом просто состоянии. Вот. Долго не церемоняюсь. Я, поскольку я работаю там, в этой области, я позвал там, собрал бригаду строителей, вот, они мне составили смету того, что там нужно отремонтировать. Там, во-первых, ужасные полы были там, в ямах, в рытвинах. Штукатурка осыпалась, то есть, соответственно, стены надо было менять, потолки ужасные там, да. Надо было побелить окна, просто тоже продувал там. Ну, соответственно, все они мне насчитали в смете. Обошлось мне это в 180 тысяч рублей. А что значит обошлось? Скажите, пожалуйста. Ну, вот, то, что как бы мы сделали, то, что мы запланировали сделать, и то, что сделали, провели ремонт. А кто смет это составляет? Подождите, подождите, ответчик. То есть, вы деньги не платили, если я правильно поняла это? Нет, я платил деньги, я делал, да, я ремонт сделал. Ответчик, ответь. Я сделал ремонт на свои деньги. Вот, это, значит, в первый год было. А второй год, потом Валентине стало плохо, ну, хуже стало. Она уже не могла мыться в обычной ванной, которая тоже была в ужасном состоянии. Соответственно, мы поменяли еще ванну, колонка тоже очень газовая, очень плохо работала. И просто в аварийном состоянии был балкон, на него просто невозможно было выходить. Вот, соответственно, это я тоже отремонтировал за свои деньги. Обошлось мне это в 220 тысяч рублей. Вранье. Вот, обошлось мне это в 220 тысяч рублей, и потом Валентине уже становилось хуже. Вот, и она попала в больницу. А расскажи, почему в больницу ты попала? Ответчик, ответчик. Валентина болела, она уже становилась хуже, мы знали, что так оно будет. И за две недели до смерти... А, то есть вы знали, что так оно будет? Потрясающе! То есть ты все продумал заранее, да? Оставьте меня в покое, пожалуйста. Вы мешаете мне. За две недели до смерти Валентины появилась ее дочь. Спросите, что за две недели до смерти? За две недели до смерти Валентины появилась вот эта вот, ее дочь. А, то есть я никак не могу понять. Так, понятно. Ее не было ни разу, я не видел, она не приезжала. Если ты не видела, это еще не значит, что я не приезжала и не звонила? Не знаю, я не видел Валентина, мне ничего об этом не говорило. А почему она должна была что-то говорить? Ее не было, она не присутствовала. Она не участвовала, не принимала никакого участия. И вот с того момента, как я с ней познакомился, только вот через два года она появилась, прямо перед ее смертью. И, ну, там стала как-то навещать. Жила она, правда, у подруги. Вот, я ее тоже как бы особо не видел. Вот, и Валентине уже там становилось совсем плохо. И когда я доделал весь ремонт, она действительно, как обещала, составила завещание. У меня вот есть копия этого завещания. Составила завещание и как бы показала, мне дала. Вот, и когда Валентина умерла, ну, соответственно, все расходы на похороны я тоже взял на себя. Вот, здесь у меня тоже имеются документы о том, что как бы я это все оплатил. Дочь не дала ни копейки. Ни копейки вообще не дала. Вот. И потом, когда после похорон выяснилось, что Валентина завещание аннулировала. И, соответственно, единственная наследница – это ее дочь. И квартира перешла ей. Как бы я, соответственно, остался ни с чем. Но я хочу, чтобы она... Я хочу получить компенсацию за ремонт, который, за деньги, которые я потратил туда, которые я вложил. Мы жили с ней вместе. Мы любили друг друга. Это смешно просто слушать. Ответчик, ответчик. Она была счастлива, она была довольна со мной. Я просто предполагаю, что как раз дочь, когда она появилась, она что-то ей наговорила, не знаю, вообще мне такое ощущение, что она очень сильно натрепала ей нервы. И, может быть, даже поспособствовала ее скорейшему. – Истец, вы не можете заявлять и сказать... – Да, 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 нет, я не могу. – ...требование о признании ответчика, например, недостойной наследницы, потому что у вас никаких юридических связей просто с умершей не существует. Будьте добры, пожалуйста, мне необходимо вот смету, на которую вы ссылаетесь. И скажите, пожалуйста, у вас какие-нибудь расписки, которые бы подтверждали, что вы выплачивали эти деньги, они есть у вас? – Ну как здесь фигурирует моя фамилия, это я платил эти деньги. – Нет, а что значит я платил? Вот это на какую бумажку вы такую ссылаете? – Это на смету, вот, на то, что касается строительства, да. И то, что касается, ну, похорона, они здесь, ну, как бы, неважно, я их не учу. – Да, передайте, пожалуйста, через судебного пристава, пожалуйста, ответчик. – Какое благородство, боже мой, а? – Ответчик, 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 пожалуйста, я вас слушаю. – Ваша честь, я категорически не согласна с иском, и я считаю, что этот человек просто свел мою мать в могилу. – Да какой я в могилу? Она со мной только счастливой была. – Теперь помолчи, пожалуйста, щенок, теперь помолчи, ты уже все сказал, что мог. – Ответь, ответчик, ответчик, тише, пожалуйста, пожалуйста. – Посмотрите на него. – Нет, ответчик, я ни на кого смотреть не буду, по существу. – Хорошо, да. Этот человек просто запудрил мозг моей матери. Мама у меня была пожилым и достаточно больным человеком. А этот молодой, симпатичный, ну просто жигала, альфонс натуральный, классический. Он запудрил ее мозги, мама в него просто влюбилась, действительно, искренне влюбилась, всем сердцем. А он, он просто, ну, исключительно из финансовых соображений играл всю эту комедию. – Из финансовых соображений появилась ты в конце и истрепала ей все нервы. – Помолчи, я никуда не девалась, я всю жизнь была рядом. – Куда ты не девалась, тебя никогда не было, я ничего не сделала. – То, что ты чего-то не видел и чего-то не знаешь, я даже ничего не знаю. – По существу, ответчик, по существу, пожалуйста. – Значит, вот то, что этот молодой человек говорит, что меня не было, это все полное вранье. – У меня были прекрасные отношения с матерью. – Да никакого это отношения не имеет, вы не делите наследство. Давайте говорить, а вот 400 тысяч. – Хорошо, 400 тысяч. Он говорит, что он весь ремонт сделал на свои деньги. Это полное вранье. Я прекрасно знаю, что мама всю жизнь копила на ремонт. И она откладывала по копейкам с каждой зарплатой. И за эти годы у нее скопилось как раз около 400 тысяч. – Да не было у нее никаких денег. – Были у нее деньги, я это прекрасно знаю. – Потому что давно не работала. – Помолчи, пожалуйста, ни на что она не тратила. Я знаю, что она долгие годы копила эти деньги. – Ответчик, ответчик, а подскажите, я никак не могу понять, почему вы так эмоциональна? Вы наследница, у вас никто эту квартиру не отберет. – Потому что этот человек свел мою мать в могилу. – Ответчик, еще раз, пожалуйста, ответчик. Это вот в милицию свел в могилу то, что вы говорите. Это не ко мне, я этим не разбираю. – Ваша честь, у него очень удобно все сложилось. Он мастер в этом деле. Действительно, он работает. Он знал, с кем заключать договора, как их заключать. И он просто подставил мою маму. Он взял у нее деньги и во всех своих чеках и документах поставил свою фамилию. Но деньги были мамины, понимаете? Он свои деньги туда не вкладывал, ни копейки. Он потратил всем мамины деньги. Были у нее деньги, я об этом знаю. Потому что я с мамой общалась. Я приезжала, понимаете, я просто живу в другом городе, я не могла постоянно приезжать и контролировать весь процесс. – Хорошо, ответчик, но перед смертью вашей мамы вы же все-таки приехали. – Да, я приехала, я бросила все, потому что она легла. – Ответчик, скажите мне, пожалуйста, то есть, естественно, с вашей точки зрения, такой плохой, так воспользовался положением, так сказать, влюбил вашу маму и так далее, и так далее. А вот вы ответьте мне, пожалуйста, такой, знаете, на человеческий вопрос. А почему тогда все расходы по организации похорона вашей мамы нес истец? – Я вам отвечу. – Ответьте. – Когда мама умерла, я первым делом, конечно же, начала заниматься всеми похоронами. И знаете, что я узнала? Что уже все готово, все было заранее подготовлено. Уже гроб, можно сказать, за стеночкой стоял в ожидании, когда мама умрет. Потому что этот человек все заранее знал, он ждал, когда мама умрет. Он все подготовил. Уже все было готово. Только вот, пожалуйста, уже, что называется, займи свое место в гробу. И мне ничего не оставалось, как принять этот дар благодетеля. – Нет, простите, Ответчик, можно было и не принимать. Вы ближайшая родственница. А так получается, простите, пожалуйста, если здесь дядя постороннее занимается. – А что я могла сделать, когда он уже все оплатил и все заказал? – Ответчик, вы меня спрашиваете? Вы по совету моего спрашиваете, что можно было сделать? Отказаться и сделать это самой. Ну, если вы мне задаете вопрос. Можно не отказываться. Ну, просто, когда вы начинаете говорить, что вот истцом двигали корыстные соображения, то-то, то-то, то-то. Я поэтому вам задаю вопрос. Истец мне предоставил документы, которые свидетельствуют о том, что все расходы по организации похорон были оплачены истцом полностью. Ну, вот у него есть квитки, а у вас нет квитков. – И поэтому, конечно же, у нас прав тот, кто все эти документы сделал. – Вы знаете, я не могу… – А то, что он все рассчитал заранее. – Ответчик, я не могу сказать, что прав или не прав. Дело в том, что суд вообще не выносит решений, прав или не прав. Дело в том, что у нас денежные взаимоотношения, денежные обязательства доказываются только письменными доказательствами. письменными. Поэтому вот, когда вы начинаете говорить, а я знаю, что у мамы были деньги, это на уровне, я знаю, что у мамы были деньги. Не более того, ответчик. – А я по-другому никак себя защитить не могу. И доказать всю эту ситуацию не могу. И маму я по-другому никак защитить не могу. А то, что этот человек… – Подождите, подождите. – Мил, правильный любовник. – Подождите, ответчик, ответчик. А в чем вы хотите маму-то вашу защитить? Скажите, пожалуйста. Деньги-то с вас требуют, как с наследника. Причем здесь ваша мама? Вот 400 тысяч требуют с вас, как с наследника. – А почему я должна отдавать эти 400 тысяч? – Потому что истец считает, что… – Когда он просто обманул нас. – Ответчик, ответчик. – И меня, и маму. – Это тоже в другое окошко. Это называется отдел внутренних дел. Вот это не ко мне. Вот все, что вы начинаете говорить, это не ко мне. У нас с вами гражданский суд. Понимаете, гражданский. У нас с вами обычное исковое производство. Истец заявил обычные исковые требования. Он говорит о том, что вы стали наследницей за вашей мамой. Истец считает, что поскольку им были произведены неотделимые улучшения, то вы, как наследник, обязаны покрыть долговые обязательства наследодателя. Точка. – То есть мою мать убили. Забрали у нее деньги, которые накопила столько лет. – Ответчик. – И я еще должна за это заплатить что-то. – Ответчик, что значит убили? – Ты ее убил. – Ответчик, вот от того, что вы так встанете на свою позицию и будете рыдать, ничего не поменяется. Вы никак не хотите меня услышать. Если вы считаете, что в действии их истца наблюдается какое-либо уголовно наказуемое деяние, ну это не ко мне, вы слышите, вы не ко мне. Давайте по существу, пожалуйста, по существу. Вы соберитесь и скажите мне «по существу». Ну подумайте, это же так просто. Все ваши возражения должны свестись к очень простой фразе. А вы все время рыдать начинаете, уговаривать, что кто-то кого-то убил. Ну проще. – Я никому денег не дам. Я считаю, что… – Ну у вас хорошее возражение, вы меня не так поняли, не так. Так, ответчик, пожалуйста, без рыдания здесь. Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. – Это перебор. – Как я могу быть? – Я самостоятельная женщина. Я воспитаю своих дочерей достойными людьми. Мне не нужен тюфят. – Да ты их никогда даже не воспитывала. – Жена работает, добывает средства для семьи. А муж ведет домашнее хозяйство. Все бы хорошо, но жену это перестало устраивать. Хочется все-таки иметь рядом сильное плечо, на которое можно опереться. – Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. – Прошу всех садиться. – Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, в иске о взыскании с наследницей умершей стоимости произведенного истцом в квартире ремонта, суд считает необходимым отказать. Суд не взыскивает в пользу истца стоимость, произведенная им еще при жизни умершей ремонта в квартире, потому что суду не были предоставлены доказательства наличия перед истцом каких-либо обязательств со стороны бывшей собственности квартиры по оплате указанного ремонта. Наследники отвечают только по имущественным обязательствам наследодателя в соответствии с правилами статьи 1173 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном случае наличие обязательств у умершей по оплате ремонта не подтверждено и в данной ситуации оснований для удовлетворения заявленного иска суд не находит. В данной ситуации истцом в судебные заседания не было предоставлено каких-либо письменных доказательств, свидетельствующих о том, что у бывшей собственницы квартиры было получено согласие на произведение указанного ремонта по стоимости, которая была заявлена истцом. Почему я вас спрашивала о расписках? То есть если вы считали и исходили из того, что должны возникнуть некоторые долговые обязательства, вам необходимо было иметь подпись на указанной смете со стороны бывшей собственницы квартиры, иметь расписку, в которой она подтверждала, что за счет ваших денежных средств была оплачена те или иные покупки материалов, производство ремонта и прочие расходы. В этой ситуации вами были представлены только письменные доказательства, свидетельствующие о том, что вы самостоятельно производили оплату услуг строительной бригады или покупку соответствующих строительных материалов. Из чего суд может сделать вывод, что это производилось с вами на безвозмездной основе. То есть вы не договорились с бывшей собственницей квартиры, как вы будете производить ремонт. Кроме того, доказательством, то, что это производилось на безвозмездной основе, являлась также и ваша позиция, и ваши утверждения, ваши пояснения данные в судебном заседании, что вы, как вы сказали, у вас была договоренность, что вы проживаете на правах мужа. Из чего суд может сделать вывод, что в тот момент, когда вы вкладывали деньги в ремонт, вы исходили, если вы считали, что вы живете на правах мужа, вы исходили из того, что у вас сформировался единый семейный бюджет, и, следовательно, расходы на ремонт, это было общим вашим решением спокойно. Это вам понятно, естественно? Вот, ответчик, я за вас сказала все то, что должны были сказать вы. Это вам тоже, я надеюсь, понятно, да? Естественно, ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. На самом деле, я жалею только об одном. Я жалею, что вступил с Валентина в законный брак. Этому Альфонсу так и надо. Будет знать, как пользоваться пожилыми женщинами, больными. А теперь вернемся в зал суда. Истец Лариса Францева. Успешная женщина. Хочет выселить бывшего мужа из своей квартиры. Ответчик Альберт Францев. Последние полтора года сидит дома с малолетней дочерью. Считает, что имеет право пользоваться квартирой. Альберт Александрович является моим бывшим мужем. Дело в том, что с момента свадьбы и по сей день он проживает на моей жилплощади. В моей квартире, которая была подарена еще до свадьбы мне, моим отцом. Вот есть договор дарения квартиры. Дело в том, что месяц назад мы развелись. Есть свидетельства о расторжении брака. Все документы у меня есть. Дело в том, что все 7 лет, пока мы были в браке, ответчик не работал практически. Он менял постоянно место работы. То есть на моих плечах были и он, и две наши дочери. Карина ей 10 лет и Алиночка ей полтора года. Это я так считаю. Все эти годы я несла все на себе. То есть вся семья была полностью на моем обеспечении. И зарплата, и хозяйство. Он и гвоздя не мог вбить. То есть практически мужчины в доме не было. Поэтому я настаиваю, чтобы его выписали и выселили. Тем более он мой бывший муж. Я обращалась в милицию. В милиции мне сказали, что это возможно только с решением суда. Поэтому я прошу... То есть вы просите прекратить право пользования, снять с регистрационного учета и выселить ответчика, как бывшего члена семьи, поскольку данная жилплощадь находится в вашей единоличной собственности. Я правильно вас понимаю? Будьте добры, пожалуйста. Мне необходим договор дарения, свидетельство о рождении детей, свидетельство о расторжении брака и документы на квартиру, право собственности ваше. Через судебного пристава передайте, пожалуйста. Так, ответчик, вам смысл исковых требований понятен? Да, Ваша честь, мне все понятно. Но, понимаете, я с иском не согласен полностью. Понимаете, вот любая другая женщина, она была просто мне благодарна. То, что я вот сидел с детьми, детьми, то, что я был предан ей, верен, то, что я не бросил. И, понимаете, я просто не понимаю, как мы вот можем, может, так меня выкинуть, как собаку на улицу. Просто-напросто. Это суд ужасно. Потому что и сед, собственник квартиры, она единоличный, собственник. Сейчас я вам объясню все хорошо. Поймите, у нас есть, да, у нас есть двое детей. Один ребенок, дочь от бывшего сожителя. Не сожителя, а мужа, извините. То есть это не ваш общий ребенок, да? Да, первый не мой. А второй, это все по договоренности, так сказать. Это наш общий долгожданный ребенок. Вот, он родился вместе. И когда он родился, у нас был договор. То, что удобнее в декрет уйти. Взять декрет удобнее мне все-таки, чем Ларис. Лариса сказала... Простите, не декрет. Это вы имеете в виду отпуск по уходу за ребенком. Да, ну извините. Лариса сказала, что она деловая женщина. То, что ей как бы приятнее работать. Вот. А я как бы уже привык сидеть с ее Кариной. Извините, можно я поправочку внесу? Это ты настоял, чтобы в отпуск декретный пошел именно ты. И здесь спросите, пожалуйста, в отпуск по уходу за ребенком. В отпуск по уходу за ребенком. Дело в том, что человек не работал никогда в жизни. Он работать не умеет и не хочет. Он настоял, чтобы ребенком занимался он. Подождите, 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 естественно. То есть вы подтверждаете, что по вашей взаимной договоренности отпуск по уходу за ребенком в установленном законном порядке был предоставлен ответчику. Поскольку вы за этим, за предоставлением этого отпуска не обращались, соответствующих выплат от государства вы не получали. То есть ответчик осуществлял уход за ребенком. Да, да, да. Пожалуйста, давай слушай. Все так получилось. И поэтому, естественно, я уже будучи опытным родителем, потому что я возился со своим ребенком, это уже мой ребенок считается, потому что ребенок был от ее бывшего все-таки сожителя. И я с ним именно воспитывал, растил, водил его в цирки, в музеи, развивал его. Потому что на работу ходить ты не хотел. Потому что я деньги зарабатывала на эти билеты, на экскурсии. Я не мог ходить на работу вот при такой нагрузке с Кариной. Нет, ты не мог, а не ты не хотел. Я просто устарался на работу, меня даже на испытательных сроках два раза меня выкидывали. Просто я постоянно отпрашивался за ребенка. И поэтому, ну, не получилось. А если бы ответчик не осуществлял ухода, как за вашей старшей дочерью, так и за вашим общим ребенком, кто бы этим занимался? Да. Извините, есть детский сад. Все нормальные дети ходят в детский сад. Вы бы отдали маленькую, как бы, до полутора лет ребенка отдали бы в детский сад. А инфекции вы понимаете? Да, мама тоже в праве принимать. Ваше внимание болезнь, он уже подхватил инфекцию и пролежал. Я вот вместе с ним лежал в больнице, потому что мамаша была на работе. И вот я в больнице лежал вместе с ребенком. Поймите. Что значит мамаша была на работе? Во-первых, я попросила бы не оскорблять меня. Я нормальная мать. Истец, истец, истец. Ответчик, ну, вы же, вы возражая против заявленных исковых требований, фактически просите, ну, будем так, вот я в кавычки беру, оставить вас проживать в этой квартире. Ну, так вы мне назовите основание-то. Понятно проживать. Я там нахожусь в отпуску по уходу за ребенком до трех лет. Я просто не могу быть выписан оттуда, иначе. Где я буду, где я бы определил уже место жительства моей дочери Алины? Домой. Поймите. Ты можешь поехать домой. В город шахты. Ты отлично знаешь, что домой я верну... Ты просто там никому не нужен. Вот, ты не можешь вернуться, потому что ты никому не нужен. У тебя там ни работы, ничего нет. Я повторяю, ты отлично знаешь, что я вернуться не могу в город. Я с родителями уже на контрах там расхожусь. Это мало волнует, извините, пожалуйста. Мало волнует, но я вернуться не могу. Это не мои проблемы. Ну, хорошо. Ребенок, это твой тоже ведь? Ответчик, ответчик, ответчик. Это я решу, это я. Ответчик, значит, единственным основанием вы считаете, что поскольку вы осуществляете уход за ребенком, а ребенок малолетний, и вы считаете, что нецелесообразно его в этом возрасте девочку отдавать в детский сад, просите в Ясли, то вы просите сохранить за вами возможность проживания в данной квартире, право пользования, что до достижения ребенком трехлетнего возраста? Знаете, уже дети, что Карина, что Алина, они стали мне как родные обе, поэтому я хотел бы до достижения 18 лет моей младшей дочерью. Извините, это, по-моему, слишком, это перебор. Как я могу быть? Я самостоятельная женщина, я воспитаю своих дочерей достойными людьми, мне не нужен тюфят. Да ты их никогда даже не воспитывала. А с детьми, знаешь, как это тяжело? Вот домашний труд, он самый тяжелый и неоплачиваемый, понимаешь это? Я все возьму на свои такие стойкие плечи, не переживай, это мои проблемы. Да ты не представляешь себе, что это за работу домашняя? Вот где мне вот этот тюфят, не нужна крепка. Естественно, ну, если я правильно поняла, то вы считаете, что детей необходимо, ну, одна девочка, видимо, старшая, все-таки ходит в школу, как я понимаю, да? Ну да, но безнадзорная тоже. Да, она самостоятельная, она может помогать мне с Алиночкой справляться. Знаем, эти дети. Взрослый уже ребенок. Ваша честь, вы готовы маленького ребенка оставить на вашу старшую дочь? Нет, почему на старшую дочь? В детский сад отдать, и старшая дочь, соответственно, будет мне помогать с ней. Там, забрать из детского сада, он находится у нас во дворе, рядом с домом. А тоже вы отец стоите, девушка самостоятельная. Которая воспитывает нормально. Истец, скажите, пожалуйста, ненормальный отец. Истец, скажите, пожалуйста, а ваша старшая девочка, ответчика как называет? Папа. Да, она называет его папа. Ну, просто в силу привычки, потому что он появился в нашей семье, когда она была совсем маленькая. А вот этот твой бывший муж, непонятно, вот это тебя вообще не должно выгоновать. Да? А я думал, он вообще сидел, понимаешь ли? Вот ты как его увидел... Это твои догадки. Это твои догадки. Истец, 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 скажите, типа, что еще раз я не поняла? Ее бывший муж, откуда у нее ребенок появился этот? Это ее бывший муж. Ну, естественно, не... Который бросил ребенка, и сам непонятно, где, извините, меня шлялся. А я думал, просто он сидел. Просто вот на уголовник... Это твои догадки, это абсурд. То, что ты говоришь, это абсурд. И свою собственную дочь, и... Какую уголовник? Что за бред? А где он пропадал? Скажи, почему ему не нужен был... А почему тебя это должно волновать? Вот скажи, почему тебя... Почему ему не нужна была дочь? Ты думаешь совсем о другом? Понимаешь, не воспитывал ребенка собственного своего. Не надо Алина, собственного ребенка. Естец, простите, пожалуйста. Ваш первый супруг на вашу старшую девочку платил алименты? Да. Да, платил алименты. Платил? Правильно, платил. Что-то только я не видел их. Ну, естественно, давайте... Естец, пожалуйста, вы все-таки находитесь в суде. Не заставляйте меня сейчас проверять это обстоятельство. Платил или нет? Признайся, не платил он. Он платил, но он платил неофициально, он мне... Неофициально. ...выслал мне деньги. Понятно. Так вот я откуда, деньги? Потому что я не работал вообще, собственно говоря. Деньги от бывшего мужа. Ответчик, ответчик. Поняла, может он на зоне там какие-то делами занимается. Ответчик, суд удаляется для принятия решения. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, иск, предъявленный к бывшему мужу, суд считает необходимым удовлетворить частично. Суд сохраняет за ответчиком право пользования указанной жилой площадью до достижения общей дочери истца и ответчика 10-летнего возраста. По достижению дочери 10-летнего возраста право пользования ее отца в квартире истеца прекращается, и ответчик будет выселен из указанной квартиры и снят с регистрационного учета. В соответствии с правилами части 4 статьи 31 ЖК РФ у ответчика может быть прекращено право пользования квартире, которая принадлежит его бывшей жене, поскольку после расторжения брака их семейные отношения прекратились, и следовать на ответчик стал бывшим членом семьи. Однако суд считает, невозможно в настоящее время прекратить право пользования данным жилым помещением ответчиком, потому что в квартире совместно с родителями проживает их малолетняя общая состцом дочь. Суд учитывает, что основной уход за полуторагодовалую дочерью осуществляет ответчик, что не отрицает истец, который находится в настоящее время в официальном отпуске по уходу за ребенком до достижения ребенком трехлетнего возраста. Суд учитывает то обстоятельство, что по характеру работы у истец нет возможности лично уделять достаточно времени воспитанию ребенка как общего с ответчиком, так и старшей девочке. Поэтому в данном конкретном случае суд считает возможным сохранить за ответчиком право пользования данным жилым помещением до достижения общей дочери ответчика истца 10-летнего возраста. По достижению 10-летнего возраста ответчик будет снят с регистрационного учета и подлежит выселению из указанной квартиры. Это понятно, ответчик? Понятно. Понятно. Естественно, вам понятно решение суда? Да. Суд согласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Терпеть его 10 лет я не собираюсь, я буду как-то решать эту проблему. Как он был бабой, так и остался. И сегодня в суде он это доказал. Знаете, я не считаю это и не победой, но и не поражением. Понимаете, и потом, впереди еще 10 лет, все еще может измениться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова